хоба привет с вами доктор влад у нас плюс минус ноль так как-то мрачно я бы пораньше сегодня вышел уже собрался уже села и что-то мишу пробила на хавчик захотел кушать ну вот пока покушали пока вышли ну ладно хорошо давайте все равно одна и та же ерунда в новостях а вот дженни пишет в комментариях доктор у нас еще новость на севере иркутской области упал болид была большая вспышка но звука не было слышно потому что упал далеко от населенных пунктов в тайге в тайге я полез смотреть что за метеор прилетел в небе над иркутской областью 6 апреля так усть кут на севере иркутской области но типа сгорел практически весь в атмосфере искать его не будут его не найдешь там в тайге там может быть камушек какой-то остался вот такие дела знамение 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 это что-то там ну кое слово было так о си цзиньпин причина украинского кризиса сложны его затягивание затягивание вредит всем сторонам да уж ты бы лучше бы молчала бы так это что еще так московский комсомолец передает значит секретные документы о наступлении армии в сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс стрелял в прохожих. Вот надо же, какая сволочь, а? Стрелявший был застрелен при задержании. Один человек погиб. Ну, кроме него. Не менее шести получили травмы. Что за хрень? Так, это что такое еще? Какая-то морда. Бизнесмен Вольф предложил Путину выпускать автомобили Вулга на заводе «Фольксваген». Ну, Волгу какую? 21-ю, что ли, да? Председательскую, председательскую. Вперед! Ну, будет как на Кубе. Вы знаете, что на Кубе ездят на машинах американских 50-х годов. Ремонтируют их, конечно, перебирают. Утром каждый кубинец встает и в гараж перебирать машину. Так, а это что такое? Раисся проиграла выборы в три органа ООН. Ну, первый орган член, конечно. А второй какой? Ну, не ладно. Фиг с ним. Так, в Министерстве обороны РФ заявили, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине. Ну, конечно, боевых комаров-то. Надо. Ну, да. Подводных пингвинов. М-м-м. Дебилы. В Подмосковье. Ну, что там еще случилось? 68-летнему мужчине, ну, это почти мне, я на год моложе, медики пересадили ткань нижней губы на половой орган. Не дай ты Бог. Не дай ты Бог. Ну, это какая-то хрень. Есть такой неприличный анекдот. Одна женщина, гулящая, я уж расскажу, значит, пришла к хирургу и говорит, я, говорит, все время занимаюсь любовью, мне надоело трусы снимать, вы мне пересадите куда-нибудь мой орган, ну, чтобы не раздеваться. А, значит, там два врача, один другому так показывает, так вот, дурочка она, дурочка она. Нет, нет, только не туда, а то яйцами все глаза повыбивают. Так. В российском регионе травматолога заподозрили в педофилии. Нифига себе, травматологи. Это где такое? Смоленск. Смоленск. Человек-муравей-3 стал самым популярным пиратским фильмом в России в марте. Вот чем гордятся, а? Фиг, кошмар. Так. В Раисе тысячи семей могут оказаться на улице из-за невыплаты, невыплаты, ипотеки. Они остались без средств из-за пандемии. Квартиры продают на торгах за минимальные деньги, а затем перепродают по рыночной цене. юристы подозревают, что вся схема контролируется ФСБ. А тем же еще-то? Так. Это что еще? Так. Украинский бизнесмен Яценко, не знаю такого, пообещал 500 тысяч долларов, 500 тысяч долларов за посадку беспилотника на Красной площади 9 мая. Ни фига себе. Ну, тут условия есть, чтобы он был в желто-синим, и было написано на одном крыле слава Украине, а на другом героем слава. М-м-м-м-да. Интересно. Интересно. Российскую нефть перекачивают с танкера на танкер у испанских берегов. Мадрид требует прекратить это. Перекачка опасна для экологии и производится для обхода санкций. Угу. Британская компания, зарегистрированная в частном доме в пригороде Лондона, поставила в РФ электронику на полтора миллиарда долларов с февраля 22-го года. Ни фига себе. Бандиты. МИД Украины ответил президенту Бразилии, а тот-то еще полез на предложение отдать Крым России, чтобы закончить войну. И как они ответили? Мы не торгуем территориями. Ну, правильно. Больше ничего не надо. Он тупой. Так. Мне страшно. Это кому это страшно? Так, футболист Александр Кержаков, какой-то футболист ваш, объяснил свой отъезд из России. Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. Уехал Кержаков. Так. Вот тут комментарий. Не понимает. Может, он тупой? Ну, это анекдот такой есть. У царя было два сына. Один умный, другой футболист. Угу. Так, едем дальше. На авиабазе Бюхель ФРГ находится 20 атомных бомб США. Фига себе. С одной стороны, в стране негативно относятся к ядерному оружию. Оружие. С другой стороны, понимают, что оно помогает поддерживать статус-кво. Но ядерные угрозы Москвы отодвинули разногласия на второй план. Да, согласны, согласны. Согласны. Лишь бы Путин не лез. Ну, вот еще тут. Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и югу Ливана. Потому что накануне, во время Песаха, по израильской территории из Ливана было выпущено 34 ракеты, 25 из которых были перехвачены железным куполом. Ну, вот там еще горячая точка. Опс, тетя Розочка. Еще она на твиттере. Александр Емельяненко. Ну, этот, такой, руки-крюки, морда ящиком, грузчик. Ну, боксер, то есть. Александр Емельяненко помочился в зале ожидания Екатеринбургского аэропорта. И ему за это ничего не было. А еще говорят, что в России полиция зверствует. Ой. Интересно. Да, вот просто так вот помочился и все. А что-то у меня здесь пропало. А, вот что у меня пропало. Емельяненко наградят орденом мужества. Обоссать аэропорт это не каждому по плечу. Ну, вот так вот. Упс. Выступил губернатор Курганской области. Красть в области больше нечего. Комментарии. Такого быть не может. Никогда такого не было и вот опять. Это идеально. Вы были в Курганской области? Тоже комментарии. Я был. Полностью подтверждаю. Там просто полный песец. Еще комментарии. Был проездом на поезде. Выходить на перрон не решился. Кошмар. Комментарии. А я валяюсь. Нечего красть. Подаренные Смоленску автобусы из Москвы переместились в пункт приема металла. Никому они не нужны. Они ржавые все. Да, и на металл мы их сдали. Одно время с такой помпой Москва передает Смоленску свои автобусы поддержанные, а все вон они на свалке. Так, а это что такое? Уехавшую из России Аллу Пугачеву могут лишить ее главных хитов. А потому что Илья Резник, ну этот композитор, он пострадал, он пострадал, она выступает там, а ему деньги не идут. Вот это да. Поэт-песенник Илья Резник, который на днях отметил 85-летний юбилей, оказался в бедственном положении. Один из самых именитых авторов на эстраде, создавших десятки хитов для Эдиты Пьехи, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Кристины Арбакайте, ну и так далее, лишился значительной части авторских отчислений из-за отъезда артистов. Так, Пугачева осела в Израиле, Леонтьев в США, Вайкуле в Латвии. Бедняга, бедняга, так, он вот дальше пошло, Кугарчинские вести передают, хотел всего лишь проучить, житель Башкирии объяснил, почему изувечил топором двенадцатилетнего брата жены. Так, Волгоград. В Волгограде вынесен приговор матери, до смерти забившей пожилую няню своего ребенка и спалившей ее тело на пустыре. Волгоград. Кошмар. Россиянин убил и закопал в лесу пятилетнего ребенка. Вообще кошмар. Уехала мама на неделю из дома и оставила ребенка с сожителем. Ну, вот, в общем, вот так вот. А мама поехала предоставлять интимные услуги. Вот, в каждый строчник какой-то дерьмо. Водитель, сбивший насмерть девятилетнюю девочку в Виктеринбурге, осужден на три года. Так, премьер-министр России Михаил Мишустин запретил своим подчиненным в правительстве выезжать из России без специального разрешения. Это разрешение должно быть согласовано и подписано лично премьером. А давать его будут только на рабочие поездки. То есть, отдыхать в Куршевеле уже нельзя. Комментарий интересный. Крепостные члены правительства. Это что еще? Жители Воронежа сообщили о взрыве в районе авиазавода. Так, в МЧС и мэрии утверждают, что ЧП в городе нет. А стихи такие есть. Маленький окурок это вот может сжечь огромный завод. Да, по-моему, Маяковский. Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира. Да, вариантов нет, ребята. Крым уходит в Украину. Все. Так, а это что такое еще? В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену. Да, нифига себе. Сейчас наказание от 12 до 20 а будет пожизненное. Так, Вильфаунд это погода. Вильфаунд спрогнозировал возвращение морозов в Сибирь и на Урал. В Якутии до минус 30. Да, в Омске, Томске, Новосибирске, Кемеровске, ну, тут ряд областей резкое понижение температуры везде. Везде вузью. Так, и что у меня еще? А вот только сейчас выскочило, ну, я в конец закинул. Три хозяйки трехкомнатной квартиры умерли в Волгограде за три года. Да, вообще кошмар. За три года? Да, и почему? В Волгограде людей травит квартира, в которой один с другим умирают владельцы. Квартира в Волгограде провоняла трупами после смерти трех владельцев. Все, у меня все, ребята, у меня есть еще маленький ролик, я его сейчас не буду сюда цеплять, чтобы не путаться. Мы вчера с Мишкой ходили гулять, уже последний раз в 10, где-то в 11 часу. И скунс скакал. А у меня камера была с собой, а на голове прожектор, мы всегда, когда мы гуляем в темноте, у меня на голове прожектор. Но я попробовал поснимать вот следующим роликом, он коротенький, но там его видно, видно красивого, видно. Ну и все, пока. С вами доктор Влад. Миша, покажешься? Миша, давайте попробуем. Миша, Миша, у меня что есть? Мне не идет. Мишка, Мишка, иди сюда. Ты где там? Я смотрю на экран, потому что у меня здесь камера слежения. Мишка, ну не идет, ну ладно. Все нормально, наелся он и спит. Пока.